Пасха Друзья, мы продолжаем нашу дискуссию И очень важно, чтобы мы понимали, у нас есть такое понятие, как бы, Песах во времен Моше, Песах во время Ишуа Сегодня мы говорим о нашем времени Почти 2005 прошло, со временем того, что Ишуа сделал Некоторые скажут, уже позже, чем 2000, нет, практически еще нет У нас как раз время, пока еще нет 2000 А за это время и христианство, и сам иудаизм реформировался От того перворачального мессианского движения Разрослось целое движение религиозное, отделенное от иудаизма И плюс иудаизм сформировался немножко по-другому на базе фарисейского обучения и учения За это время Песах продолжался праздновать По иудейскому празднику или по иудейскому календарю, который не меняется А в христианстве произошел переломный момент во времена Костантина Своего рода, который хотел сделать новую религию Я думаю, что это удалось ему По сути, ему удалось это настолько сильно, что даже каралось смертной казнью Некоторые христиане, которые все-таки хотели праздновать по иудейским канонам Какие-то праздники, либо по календарю Что же нам, как верующим в сегодняшнее время Интересно в нашем пасхальном седере, либо пасхальной неделе Очень интересная вещь, которую я заметил Что в этом году Песах у нас, как всегда, по норме По иудейскому календарю И пересекается он немного Или как бы накладывается на христианский, более как бы западному календарю Или там празднование Немножко там, да, оно пересекается Но! Восточный календарь и восточное христианство православное Конкретно празднуют его чуть ли не через месяц После западного Это не контр-запад-восток Фактически Но является это контр-против иудейского празднования Иудейского календаря Вот что мы можем подчеркнуть И что нам важно В праздновании сегодняшнего Песаха Или Пасхи, да Как мы уже говорили Христиане говорят, Христос воскрес И как бы воистину Некое самое величайшее празднование Да, для христианского мира И я понимаю, откуда это идет Потому что, да, действительно, Ишуа умер Как Павел говорит, и воскрес для нашего оправдания Следующий вариант Синайского такого закона Где священник должен был войти во святого святых И окропить Жертвенник Или же Ковчег И кровью Агнца И они как бы пытаются сказать Что вот, в действительности Смерть-то смерть Пасха-Пасха А вот Вот следующий уровень Это Ишуа, который является первосвященником Который перед Всевышним ходатай То есть, Исун пришел туда С своей кровью Не козловить лицов И вот здесь И множество это питаться И множество мнений И множество Пути, как праздновать Этот пасхальный праздник Да, вот Я знаю, что В традиционных протестантских церквях Всеношная Там молитва И так далее И православных И так далее Так не костояние идет Как бы такое Состояние Скорби Но этот праздник не скорби Это праздник Праздник победы Праздник свободы Праздник радости Веселья Что мы можем сказать? Игорь, давай вот Тебя начнем Джон, ты понимаешь В этом вообще деле Ой Я могу еще сказать Да, что По сути Он-то начинается С поста Сорокодневного поста Этот праздник То есть Вот который Я думаю Через 40 дней Действительно Уже там не радоваться Хочется А плакать Поэтому понимаешь Бабушки такие сильно Злые Злые То есть Я лично Понимаю Так что Как уже Витя говорил Без прошлого Нету будущего И в данной ситуации Когда мы Пытаемся А мы видим это Даже в самом Христианстве Вот почему-то Есть вот эти разрывы Кто-то празднует Вот кто-то Действительно Держится С этих постов Мы не осуждаем Нет Ни в коем случае Мы говорим Просто На том акценте Акценте Который Ну как бы Ставится во главу Вопроса Да Где-то это вызывает Разделение Но это Мы не осуждаем Ни в коем случае Мы просто изучаем Анализируем Как бы для того Чтобы Как нам В этом всем Море Вот этих разных Традиций Где найти нам Вот ту истину Которая держаться Да И понимая то Что без прошлого Нету будущего То Я и понимаю Что действительно Без смерти Нету воскрешения Без Вот этого Подготовки К этой смерти Тоже этого нету То есть Это процесс Процесс Который Проходя Каждый из нас Этот процесс И подготовку И смерть Для чего-то Павел говорит Вера без дел Мертва Что бы ты ни делал На Песах На веру Или нет Либо нужен процесс Ты понимаешь Некоторые Делами вера Достигает Совершенства Говорит Другой Некоторые Иудеи Павла Говорит Он был Противник Законов Ну Как бы Общих И Типа Вот Если ты веришь Богу Значит Все дела Они Не важны А то Получается Мы приходим К Песаху И Мы Говорим О том Что сегодня Христиане делают У них есть порядок 40 дней Поста До Потом Особенная Традиция Во время Самого Празднования И потом Еще какие-то Возглашения И я подумаю Ну как же Как бы Должно что-то быть Что-то мы должны Сделать Еще Говорит О том Что Когда вы Делаете Смерть Мою Вспоминаете Да И это Делаете В Мое Воспоминание Это Вспоминать Что он Сделал Значит Должно Действие Но С верой Где же Вот В этих Пасхальном Действии Вера Везде Везде Начинается Ну Скажем так Если мы Смотрим На Череду Праздников Которые Заповедовал Господь Израилю То Можно Увидеть Ну Вообще В современном Иудаизме Песохом Называется Не только Пасхальный Седр Но череда Праздников Которые Заповеданы В Торе Это Собственно Пасхальный Седр Который Происходит Вечером В ночь Перед Исходом Значит Праздник Вознесения Первого Снопа И Собственно Ну Как бы Я могу Сразу Давать Новозаветную Интерпретацию То есть Пасхальная Ночь Это Смерть Пасхального И Собственно Иоанн Креститель Это Никак не Христианин Иудея От Иудеев Священник Он Засвидетельствовал Обешло Что Это Агнец Божий Который Берет на себя Грех И не христианин Кричали Да Значит Вознесение Первого Снопа Это Воскресение Этого Агнца Он назван Первенцем Из мертвых Между прочим Сноп Он был Срезан И вознесен Да Срезан Вознесен То есть Очень много Параллелей И Неделя Опресноков Опресноки Мы знаем Они символизируют Чистоту И праведность Жизни Того Кто Принимает Эту Жертву Тут Просто Тоже Вот Можно Поразмышлять Пасхальный Агнец Он не был Жертвой За грех Нет Тогда О чем Говорит Иоанн Когда Говорит Вот Агнец Божий Который Берет на себя Грех Мира Каким Образом Он Связывает Пасхального Агнца С грехом Интересно Что Именно Его Отец Когда Сын Родился Иоанн Родился И отец Его Исполненный Духом Святым Дает Очень Интересную Речь Это Евангелие От Луки Первой Главе Он Говорит Что Он Возвестит Израилю Избавление От врагов Через Прощение Грехов То есть Идет Переосмысление Что Враги Израиля Не римляне Не вавилоняне Не египтяне А грех Ну изначально То что Как мы говорили Об Адаме То что Сопутствовало Это враг Который Твой Грех Вытолкал тебя От общения С Богом Ну и Писание Говорит Бог говорит Через Писание Что грехи ваши Произвели разделение Между мной и вами И Тут Тут Интересно Подчеркнуть Еще один Момент Что Вот Опреснаки Это Ну вот Современные Традиции Иудаизма Да Это Обязательно И принципиально Мука И вода И никакой Закваски А давайте Посмотрим На те Первые Опреснаки То есть Тоже есть Различие Между празднованием Песоха Сейчас На протяжении Всей истории И первым Песохом Там Была Были Квашни Квашни В которых Было Тесто Не успело Не успело Не успело Если бы его Своевременно Не кинули В печь То оно бы Заквасилось И И тут Нужно понимать Что Собственно В современном Иудаизме Очень хорошо Понимают Такой простой Момент Что Даже если В тесто Не ложить Дрожи А предоставить Самому себе Оно все равно Рано или поздно Вскиснет По причине Возвращения И вот Смерть Мессии Избавляет нас От рабства Греха и смерти И мы Становимся Чистыми То есть Бесквасными Опреснаками Но Есть один момент Предоставленные Сами себе Рано или поздно Мы вскиснем Для того Чтобы не вскиснуть Нужно своевременно В огонь Испытаний В огонь Духа Святого Приходить В Божье присутствие Писание говорит Что Бог Есть Огонь Поедающий То есть В него Нырять Для того Чтобы не вскиснуть Неделя Опреснаков Она показывает Жизнь Без греха И те же Опреснаки Показывают Как этого достичь То есть Без жертвы Ишуа И без Нашего Посвящения Богу Бог говорит Израиль Я нес тебя Через пустыню То есть Он выводил Он Люди и шли А он говорит Я это делал Да Ислам Когда Нес на крыльях Хлеб Он берет И сам В печку Чтобы мы Не заквасились Вот Интересная тема Но кстати Писание четко Говорит Что испытание Огненного Не избегайте Да Это очень Интересный момент Мы думаем Что мы Можем Какими-то Своими делами Как-то Откорректировать Свою жизнь На самом деле Нужно не забывать Что Ну Без нашей Инициативы У нас в жизни Достаточно Приключений И вот вопрос Как мы через них Проходим А эти приключения То что Бог нам посылает Так вот вопрос Нам нужно Самим Придумывать Себе приключения Или просто Довериться Богу Жить В соответствии С Его Словом И позволять Богу Делать с нами Какую-то Работу Я просто Периодически Сталкиваюсь Вот С таким Горячим Желанием Сделать Что-то Для Бога Ну и в своей Жизни И в жизни Других Верующих И я говорю Ты наверное Хочешь Чтобы это Что-то Было Такое Как взрыв Вулкана Как пожар Как землетрясение Ну да Чтобы видели Что это Бог Делает Я говорю А какие критерии У самого Ишуа Почему он Оценивает Наше отношение К нему Он говорит Если любите Меня Исполняете Заповеди Я говорю Исполнение Заповедей Насколько оно Броско Насколько оно Подобно Какому-то Шоу Феерическому Нет Это проходит Незаметно Но нас Почему-то Не устраивает Тихая Спокойная Незаметная Жизнь Нам хочется Шоу Для Бога Так Давайте Учиться Из Писаний Ну да Игорь Интересный момент Запресс Накидал Витя Правильно Ты говоришь Что если тесто А я как люблю Работать с тестом Знаю о чем Ты говоришь Да То в данной ситуации Если его действительно Предоставить самому себе Оно может вскиснуть Но при этом Оно может стать горьким Там еще каким-то Да Сама закваска С лесенью покрыться Сама закваска Это часть Того же Зерна Той же муки Которая там есть Но Интересный момент Между прочим Оно живое Да Да Живая закваска Она так и называется И закваска Должна быть живой Она отличается Запахом Цветом И прочим Отсюда и хлеб Хороший получается Натуральный Натуральный Да Но интересный момент Да Которым как бы Наши мудрецы Как бы Дают такой Интересный момент В то что Витя говорит Да Что Если вы Уже сделали мацу И в дальнейшем Хоть ты ее Перемели на муку Хоть ты Что с ней Дальше делай Она уже Не заквасится Та маца Которая уже Испечена Дальше Ты с нее можешь Делать любые Изделия И она не будет Квасным Она не скиснет Сколько бы Она не стояла Во-первых Она стала мертвой Для греха Да Для закваски Она стала мертвой Для греха Это отчасти Друзья Это часть Понятия Песоха Мы Бесквасны Через Его Принятие Потому что Он стал Бесквасным Доверие И послушание Ему И если мы Умерли с ним С ним И воскресли И мы мертвы Для греха Что бы ни Происходило В нашей жизни Засуха Трудности Переживай Если ты Остался верным Поэтому еще Он говорит Прибудьте Во мне И я В вас Прибуду То есть Этот Мацот Он прибывает В нас И послание Крифинам Одиннадцатая Глава Он об этом Говорит О том Чтобы Когда вы Вспоминаете А если Просто Пришли Покушать Просто Ну как бы Провести Время И Не для того Вы собираетесь То есть Песох Должен Особенно Целеустремленный Разъясненный И осознательный Вот для человека Особенно Для верующих Осознательный Но если Мы так делаем Раз в году Подумали об этом Поговорили Там Сделали видео И так далее А потом Не понимаем Что Бог Все-таки Нас И перемалывает И опять же Делает из нас Свой хлеб Я думаю Что нам нужно Размышлять об этом Ну мало того Апостол Павел Говорит об этом Что почему вы болеете Да В том же Месте описания В Коринфянам Почему вы пиздите Потому что Не размышляйте О теле Как нужно Сейчас еще Одна идея Интересная Пришла в голову Вот Ишоа провел Пасхальный седр Последний То что называется Тайной вечерей Вот вопрос Что он заповедал Праздновать седр Ну Песох С седром Как он сделал Это с учениками Или заповедал Причастие Я хотел об этом говорить И это очень интересный момент Потому что Если Христиане Желают Отмежеваться От всего Иудействующего То они должны Отказаться От причастия Ну а они Наоборот Говорят Когда мы Делаем Песох Они напрягаются И говорят Это что Причастие И начинаешь говорить Подождите Видят же параллель Параллель Да Видят параллель И их напрягает Потому что Как будто они Или они Недостойно Не чувствуют Или что-то еще Должно быть Какое-то Магическое Или какие-то Особенные действия И все остальное Но суть-то Даже и И Песоха Отделенное Животное В стаде Их может быть 20 чистых Но взял И одинаковых Но на кого Вот они взяли Оно отделенное Это святое И так же само И с Опресником Так же само И с плодовой Гладой лозы Оно отделенное То есть святое На божье дело Отделенное В это время В магазинах Тоже мотца Продается Кстати Только она Не считается Святой Потому что Она не там Где И что говорит Где двое Или трое Соберутся Там я среди вас И именно Он своим присутствием Делает этот хлеб Святым И интересный Кстати еще Момент О мотце Вот в продолжении Того комментария О котором я говорил Что мотца Она не киснет И интересный Момент Есть В том же Исходе Говорится Что Наши Предки Они были Подобные Крупинкам Моцы И в данной ситуации Комментаторы Раши Говорит В том числе Они говорят О том Что О чем Это говорит О том Что по сути Народа Еще как такового Единого Не было Мы были Мы были Крупинками Этой Моцы Да Которая Не могла Вскиснуть Но При этом Народ Уже Стал Как народ Мы знаем На шавуоте При даровании Торы И Вот Сама Вот эта Идея Размышления Об этой Моце Как теле Как О том Что это Действительно Еще пока Вроде бы Не полное Единство С Богом Полное Единство Нас В этом Всем Да Но И что Опять таки Нас Объединяет В одно Тело В один Народ Божий Крупинки Мы Крупинки Знаете Что мне нравится Наша дискуссия Это то Что мы Не Не Создали Стол И начинаем Объяснять Что Зачем А вот Рассуждение О том Что В современном Мире Современном Нашем Состоянии Получить Откровение О том Как нам Жить Этой Жизнью Вот Народов Которые Находятся Уже В пасхальном Пасхальной Жизни Да Вот мы И тоже Быть Опресным Тоже Быть Чистым Тоже Быть Даже Если Перемолотым Обожженным И испытанным И опять Замешенным И опять Добавлено Воды И опять Быть Хлебом Для людей Проповедовать Опять же Какой-то Круг Такой И все Когда мы Говорим Об этом Мы Думаем О будущем Все-таки Мы думаем О том Что Это Нам Даст Даже Сам Песах Что Нам Даст Достоинство И в Карифе Нам Тоже Говорится О том Что Если Вы Недостойны Собираться В этом Многие Умирают Что Нам Достоинство Не то Что Мы Чисты Или Нечисты А Достойны Ли Мы И Достоинство Ли Мы Подходим Почтением Некоторые Чересчур Аж Загибают Это Почтение Я Недостоин Каждую Крюпиночку Берут И Знаете Это Тело Мессии Надо Каждую Собрать По чуть-чуть Как бы Такое Трепетное Но Остальная Вся Жизнь Этих Людей Она Просто Не знаю Как сказать Не похоже На Прообраз Того Что Хочет Бог Видеть В людях Интересно Момент Пасхального Сравнения На Современном Время Вот Интересно Павел Недостойно Ибо Кто Ест Пьет Недостойно Тот Ест И пьет Осуждение Себе Не Рассуждая О Теле Господне То есть Должно Быть О Рассуждении То есть Это Должно Быть Не Просто Соблюдение Традиции Не Просто Исполнение Заповеди Потому Что Так Надо Размышление Рассуждение Общение Не То Самая Говорит Традиция Когда Вы каждый год Должны Совершать Свой Индивидуальный Песар Тогда Получится Когда Вы имеете Общение Друг с Другом То Кровь Мессии Очищает То есть Вы Софистически Вы Осознаете Этот Прообраз Пасхального Агнца И Пасхальной Трапезы Да Такой Вот Оно Вас Меняет И он Внутри Вас То есть Песах Имеет силу Только Тогда Когда Человек Анализирует Свою Жизнь Когда Размышляет О том Что Сделал Бог Для Него Кто Он Для Бога Кто Бог Для Него То есть Это Очень Важно Без Этого Силы Нет В этом Ага Тогда Получается Что Остановитесь На Путях Ваших И Что Размыслите Об Путях Древ Посмотрите Назад Обратитесь Назад То есть Некоторые Сделать Что Связывает Меня С Тем Песах Через Ишуа В моей Жизни И Смогли Этот Хлеб Опресс Наковый Хлеб Стать Моей Часть В моей Жизни Это Вы Сказали С Пророков А Есть Еще С Откровения Когда Говорится О Праведниках Которые Кричат Под Престолом Божьем И О них Сказано Что Они Победили Зверя Чем Кровью Ишуа Словом Свидетельства Кровью Агнца И Не Возлюбили Дыши Свою До Смерти Это Как Раз Вот Эта Связь Есть Еще Один Интересный Момент Я Помню Когда Я Только Приехал В Одессу Это Было Лет 13 13 Лет Назад Примерно В Это же Время До Эта Подросток 8 Лет До Этого В Церкви В Харизматической В Кишиневе Все Нормально Я Приехал Сюда Учиться В Институте Значит Пасхальное Служение Значит И вот Рэбэ Говорит Со сцены Мы Отцы Наши И мне Это Так Резануло Слух Объясню Почему Потому Что В церкви Я всегда Слышал Они Их Отцы А тут Мы Отцы Наши И я Так Задался Вопросом А кто Я А где Я Как И Интересный Момент Если Мы Себя Никоим Образом Не Связываем С Ними Отцами То Кто Мы И Где Мы Опять же Вопрос Ну Христианство Не отрицает Что Десять Заповедей Имеет К ним Прямое Отношение Девять Десять Я сейчас Скажу Десять Потому Что Вопрос С первой Заповедью Я Господь Бог Ваш Выведший Из Египта Из Дома Рабства Вопрос Каким Образом Меня Не Еврея Бог Вывел Из Египта Если Я Себя Не Ассоциирую С этим Народом Если Я Часть Народа Тогда Мои Отцы Это Как Вот Собственно Традиция Гиюра Когда Неевреи Принимают Иудаизм Он Отрекается От своего Отчества И берет Отчество Аврамович Сын Аврама Об этом Говорит Новый Завет Вы Дети Аврама То есть Ну Мы Прошли Гиюр Через Ишуа Мессию Горова Пролита Завет Сделан Твой Народ Будет Моим Народом Твой Бог Будет Моим Богом Твой Бог Будет Моим Богом А Народ Нет Да Там Кстати На первом Месте Было Представитель Народа Наэминь То есть Человек Народ Бог И Это Удивительно Если Мы К Ивреям Относимся Типа Это Они А Это Мы А Тогда Мессия Часть Народа Да То есть Ну Нужно Понимать Что Если Мы Отвергаем Израиль Как Избранный Богом Народ Мы Отвергаем Первенца С другой Стороны Когда Евреи Говорят Какой Он Наш Мессия Он Пришел К Не Евреям Он Ваш Потому Что Вы Спасаетесь Вы Хотя Он Сказал Я Пришел Погибшим Овцем Дома Израиля Это Просто От Неведение Нужно Понимать Это От Неведение Наша Цель Как Раз Таки Вот Эту Тьму Разогнать Светом Просвещения В этих Вопросах И Показать Евреям Что Ишо Мессия Еврейского Народа В первую очередь А не Евреям Показать Обратную Сторон Что Без Ни Да А Возможно Подтянуть Руку Наверное Руку Новозаветнего Отношения Стену Которая Стояла Посреди Народа Он Собственным Телом Разрушил Кто Мы Такие Чтобы Воздвигать Эти Камни Опять Разделение Так Мы Не Воздвигаем Мы Как Говорил Пророк Наоборот Разгребайте Эти Камни Стройте Дорогу Вымасивайте Тоже Интересный Момент Бог Когда-то Человек Разделил На Мужчину И Женщину Вопрос И Почитал Что Это Хорошо Это Хорошо Да И Навсегда Ли Или Для Того Чтобы Они В конечном Итоге Соединились В любви И Сали Одним Целым Бог Когда-то Разделил Ивреев И Не Ивреев Не Для Того Чтобы Навсегда Но Для Того Чтобы В отношениях Любви Вот Современные Иудаизмы Христианская Церковь Увидели Друг В Друге Как Адам Сказал Кость От Кости Плоть От Плоти Ведь Смотрите Первая Церковь Она По сути Образовалась Как Жена По отношению К Израилю Вообще Бог Отделил Израиль До сих пор Спит А Бог Лепит Вот эту Составляющую Которая Невеста И В конечном Итоге Мы можем Увидеть Что Израиль Должен Открыть Глаза Проснуться От своего Сна Как Написано Встань Спящий Воскресни Из мертвых Освятить Тебе Машех Посмотреть На церковь Которая Без Пятна И Порока Посмотреть И Сказать Вау Так Это Кость От Кости Плот От Плоти И Соединиться В одно И Быть Одним Одна Целая Уже Зрелая Готовая Невеста Для Царя Машеха Павел Говорит Я обручил Вас Одному То есть Мишу И Другими словами Мы Возвращаясь Тому Помолвка Произошла Ожидаем Ожидаем Прихода Жениха Для свадьбы Оставить Оставить Человек Отца И Мать И Прилепиться К жене И Сделать Гиюн То есть Он Отречется От своих Богов Своей Прослой Жизни И Прилепиться И будет Двое Одноплоть Да Бог Разделил Но При этом Еще И Соединяя Через Наверное Обещание Верности И Вот Здесь Я Обручил Вас Через Проповедь Евангелия Новый Завет Через Осознание Пасхального Прообраза Который Бог Положил И В Первом В Верусалиме И уже С сегодняшнего Времени Он Продолжительный И для Нас Это Очень Знаменательно Праздновать Песох Осознавая Что Это Не Просто Историческая Часть Что Первого И второго Это Некое Обручение Через Обручение Бог говорит Я обручил Израиль К себе Через пустыню Через Исход И все народы Через Ишуа Мессию Тоже обручают Перспектива Куда Мы Идем Идем К Богу Идем К Следующему Песоху Ишу Если Мы Так Смотреть О последнем Времени Много Говорим О последнем Времени Особенно Очень 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 Сильно В Свете Ковида Происходящих Экономических Потрясений Технологических Всевозможных Инноваций Вот Скоро Знак Зверя Этого Подобного Мы Почти Так Кто Дверь Приоткрыли Но Если Смотреть На Откровение Иоанна То Некая Картина Первого Исхода Она Просматривается Очень Явно Очень Явно И Мисраем Египет Притеснение Божьего Народа Убийство Божьего Народа Крик Народа Обезбавлении Казни Похож И выход Параллели Очевидны Но Я Позагаю Что Когда Мы Верующие Люди Рожденные Свыше Мы Не Просто Празднуем Песох И Говорим Я Ишу Наш Пасхальный Песох Агнец Закон За нас Грехи Простил Помыл И так Далее А Куда Мы Идем Где Насколько Это Должно Быть Тревожно Для Нас И Праздновать И радостно И тревожно Что Время Оно Лукаво Оно Близко Оно Подтягивает Нас Теперь Пожидне Каждый Умирать По Плоти Мацу Которые Ломают Вот Это Части Нашей Жизни И Воскрешаться Опять Правильно И Мне Интересно Нравится Этот Момент Праведник Семь раз Упадет И Поднимется Главное Подняться Восемь Вовремя Вовремя Поделать Чуву Да И Действительно Когда Мы Говорим О Чуве То Это Основа По Сути Основа Осознания Того Что Есть Кто Выше Кто Может Тебе Помочь И Действительно Вот Это Является Тем В дальнейшем Свидетельством И Который Возрождает Или Наоборот Как Сказать Проявляет Эту Веру Все Таки Хлебопреломление Или Причастие И Трапеза Тем Более Мне Нравится Насчет Хлебопреломления Что Это Как Его Делать Сколько Раз Его Нужно Делать Раз В Месяц Или Нужно Ли Делать Только Раз В Год На Песах И Это Много Вопросов И Ответы Обычно Даются Очень Простые Это Традиция Вашей Общины Или Церкви Поэтому Следуйте За Тем Что Вам Говорят Пастыря Или Ваши Служителя Все Точка То есть В данной Ситуации Как бы Ну Не пришла Еще К единству Да Вот Интересный Момент Когда мы Говорили О разделении Что Ведь На самом Деле Они Были Одним Целым Изначально И Потом Он Разделяет Но Вопрос А для Чего Вообще Нужно Разделение Интересно У нас Один По сути По сути Да Разделение Произошло Для чего Чтобы Как раз Таки Увидеть Друг 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 Лицом К лицу То О чем Мы говорили Что Да Тот же Маше Ходил Перед Богом Он Видел Его И Лицо Они Общались Лицом К лицу Разделение Нужно Для того Чтобы Мы могли Посмотреть А кто Там Был Зай Что За Голос Говорил Зай О чем Вообще Они Грели И Интересный Момент Помощницы Да Когда Ты Соответствуешь Апостол Павел Говорит Когда Твой Муж Смотрит На Бога Тогда Ты Ему Помощница А если Нет Сопротивление Противник Какое Это Отношение Имеет Песоху Прямое Если Мы Хотим Действительно Чтобы Это Было Объединение Если Мы Хотим Действительно Чтобы Видели То Что Нас Объединяет Всех И Евреев И Не Евреев В Этом Служении Потому Что Я Не Вижу Это Как Событие Я Вижу Это Как Процесс И Когда Мы Действительно Увидим Это Как Процесс Цепочку Событий Которые Приводят Нас К Освобождению К Свободе К Божьей Славе Когда Мы Говорим Что Маше У него Лицо Светилось Возвращаясь Горе Преображения Когда Он Весь Облегся Этой Славой Божьей И Это Было Еще До Того Как Он Вошел Свой Гора Преображения Была Синаем Который Он Встретился С Ешуа Который Рассказал Ему Своем Исходе И Получил От Этого Часть Света Есть Очень Много Разных Пятаж Моментов Что Он Покрывал Своё Лицо По Причине Славы Уходящей Но Это Уже Другая Часть Поэтому Прикрывалась Чувствовала Что Она Не Постоянно А При Моменте Движения Божьего Духа И Духа Святого В Новом Завете Мы Не Сияем Мы Уже Находимся В нем В этом Обетовании Который Бог дал И Все Песох На Сегодняшний День Могут Ли И те И другие Праздновать Его Вместе Не Разделяя Скажем Так История Церкви Мало Известная Она Свидетельствует О том Что На протяжении Как минимум Первых Пять Столетий После Ишло Сначала 350 А потом Еще Существовали Существовала Скажем Так Христианская Или Мессианская Община Которая У которых Ну У людей Не было проблем Праздновать Песох Вместе С Иудеями Есть Даже Случай Зафиксированный Где Рассказывается О том Что Еврей В церкви Во время Празднования Песох Что-то Зацепило Бронил Ну То есть Было Некое Единство При всем При том Что На Личность Ишло Смотрели По-разному Не было Вот такого Радикального Разделения Между Синагогой И церковью Как сейчас Это было Возможно Вместе Праздновать Праздники Господни Это было Возможным Для совместного Изучения Писаний Тех же Самых Как-то Было Какое-то Общение Это было Нормально Но Потом Политики Как тот же Константин Внесли Своё Определённое Разделение Опять же Преследование Христиан Из одних Соображений Иудеев Из других А для языческих Царей И императоров Как бы Они не вдавались В детали Чем отличается Вот этот Иврей От этого Иврея Это не кейский Второй Собор Даже Было Преследовать Верующих Христиан Тех Кто Празднует Песох По иудейскому Календарю Это И шаббат То есть Там уже Преследовать Сами Своих Ну О превозношении Неевреев Над евреями В церкви Божьей Говорил ещё Павел В послании К римлянам И предупреждал Об этом Но к сожалению Что произошло То произошло Наша задача Сейчас Я думаю Вот эти моменты Поднимать Освещать И показывать Что Не всегда Было так Что может быть Совершенно другое Состояние Наших сердец И нашего отношения Друг к другу Я верю так же Что это Ну Верующие люди Должны Молиться О том Чтобы Вот Движение Которое Ну В наше время Хотя бы Мы Потому что Понимаем Что Наш час Пробьёт Мы тоже Отойдём Вечность Хотя бы На этом уровне Сегодня Молиться Перед Богом Чтобы Бог являл Свою милость Вообще К Божьему народу Как и с одной стороны Так и с другой стороны И вот То пророчество Которое Было Высказано Всевышним Для народа Это Что Последнее время Я восстановлю Скинью Давидова Падшую Мы не понимаем Что значит Падшая Это Как бы Недостойная Нечистая И так далее Но Там дальше Говорится О том Что И все Трещины На ней Он Заделает Это Не задача Человека Человек Участник Того Чтобы Носить Скинью Давидова На своих плечах Это Вместе Поднять Вместе Это Единство Синхронизация Именно На шестах Это Была Работа Человека И послушание Но Бог Я ее Заделаю Я верю Что Для Не говорю Иудея Христианского Диалога Я говорю Вообще Для Диалога Верующих Людей Нам нужно Подходить К Священному Писанию Просто так Не просто Выслушивать Какие-то Мнения Или Иудейских Или христианских Частей Исследуйте Все исследуйте Хорошего Держите Что Достославно Что чисто Что только Похвала Того Ищите Похвала В наших Единствах Работа С людьми Нам Это Необходимо И в Песах Как раз Именно Единство Народа Было Вокруг Избавление От Любого Рабства От Любого Рабства Как Это Было Первым Во втором Иерусалимском Во время Ишева Так и Сегодня Выход Из Победоносно Должен Быть Вокруг Ишева Мессии Не вокруг Каких-то Делов Понимаете Да Я понимаю Что у нас Осталось Буквально Несколько Минут Но Суть Здесь Вот Как Нам Достичь Этого Хотя бы Не единство У каждого Будет Мнение А понимание В любви Вот И Что На ваш Взгляд Будет Важным Для Современного Песоха Как я уже говорил В моей личной жизни Это Всегда Было Как-то Так Вот Бог Действует В моей Жизни Что Тот Путь Который Прохожу Я В итоге Потом Я Не то Что мне Сказать Мне приходится Но я Ловлю себя На той Мысли Что Я Потом Могу И способен Служить Братьям И сестрам Вот Тот Путь Который Я прошел Там В исцелениях Еще В каких-то вещах В трудностях В испытаниях Я могу Потом Своим Опытом Служить Другим И По сути Для меня Это является Вот этим Свидетельством Веры Того Что Бог Действует В моей Жизни И Бог Мне Дает Инструменты Для того Чтобы я Мог Уже Как мы Говорили Мы не Можем Излучать Свой Свет Мы Отражаем Его Свет И Вот Как раз Таки Через Отражение Его Света Можем Служить Другим Божьей Славы Божьей Силы В Ихних Жизнях Поэтому Я на своих Песахах Я всегда Стараюсь Приглашать Друзей Или Знакомых Которые Иногда Нуждаются Вот В таком Участии В Ихней Жизни И Свидетельствуем Своей Жизни О том Насколько Бог Благ Милостив И Насколько Он Может Тебя Вывести Когда Ты Сам Его Пускаешь В свою Сферу Жизни Любую Когда Ты Ему Даешь Возможность Проявить Себя Когда Ты Действительно Взываешь К нему И Не Говоришь Ты Будешь Действовать Только До той Степени Пока Я Тебе Разрешу Ну да Виктор А Что Ты Сказал У вас Буквально Две Минуты По поводу Скинии Тут Интересные Детали Есть Если Мы Говорим О Скинии Которая Была Заповедана На Синае То Там В принципе Из-за ее Конструкции Трещин Быть Не Могло Речь Идет Конкретно О скинии Давида С трещинами То есть Мы можем Говорить О некоем Здании О неком Строении За время Правления Царя Давида Мы можем Видеть Как Израиль Достигает Очень Важного Положения Где У Израиля В принципе Уже Не остается Врагов И это Положение Наследует Его царь Его сын Шломо От Слова Шалом Мир Покой Полнота И восстановление Искинии Давида Я понимаю Собственно Какие-то Гравинистические Комментарии Говорят Об этом Это Правление Дома Давида А мы знаем Кто царь Из дома Давида И шо Когда Это пророчество Вспоминается На Первом Иерусалимском Соборе Там идея Сохраняется Та же Самая Мессия Для всех Народов Потому что Разбирался Вопрос Что нам Делать С неевреями Сейчас возникает Вопрос Что неевреям Христианам Делать С евреями Понимаете То есть Мессия Для евреев И неевреев И Главенство Мессии Над всем Человечеством А почему Трещины Ну Потому что И та И другая Часть Утратила Какую-то Вот эту Изюминку Какую-то Часть Той полноты При При разделении Всегда Присутствует Некая Ущербность При соединении Приходит Полнота Когда мы Дополняем Друг друга Не противопоставляем Себя Друг другу А дополняем Друг друга Поэтому Израиль Не знающий Машеха И церковь Не знающая Израиля Который Все равно Остается Первенцем По обетованиям Вот Соединение Вот этих Вот Недостающих Компонентов В одно целое Будут двое Одно Вот И Главою Над всем Является Машех Вот это Вот это Вот Считаю Одна из Таких Ключевых Идей Песаха И вообще Божьего Откровения Дорогие друзья В эти Дни Песаха Мы Просто Имели Сейчас Вот Разговор Но Я бы Пожелал Каждому Из нас Углубиться Углубиться В знаниях И В глубину Божьей Милости И Премудрости Чтобы Не просто Увидеть Один Исход Дарой Исход Что мы Семеем На сегодняшний День Но чтобы В эти Дни Бог Действительности Для вас Явил Себя Себя Как Любящего Отца Который Предоставил Все необходимое Для Свободы И самое Главное Он Это делал Для Себя Для того Чтобы вы Наслаждались Все присутствием И в эти Дни Пасхального Празднования Вы Почувствовали Что Бог Рядом Несмотря На трудности Несмотря На то Что Сегодня Красная Зона Или Локдаун Или Ситуация В мире Все таки Надежда На него На его Милость И благодать Как он Сохранил Свой народ В Египте В Эцраеме Так и Бог Сохраняет Сегодня Для всех Кто Надеется На него И пускай Бог Авраама Отца Хаякова Ишуа Мессии Благословит Вас И сохранит Вас И даст Вам Милость И благодать В эти Прекрасные Дни Песоха